Дрожь Итак, своим чувством о опасности ты чувствуешь, что это опасно Мне кажется, меня не уважают Почему мы здесь? Чтобы убить прожорливую дрожь Я пережил за свою жизнь пару землетрясений И когда они случаются, я не думаю о том, как бы я победил эту хрень Итак, вы идёте глубже в пещеру Уходите всё дальше и дальше от входа в неё Бородону и Грэгу уже становится тяжеловато что-то рассмотреть Потому что у вас нет тёмного зрения Я начинаю возиться с моим маленьким предметом Не здесь, приятель, не здесь У меня есть факел Я вожусь со своим маленьким предметом Я достаю факел А ещё, приятель, чувак, может не стоит Не стоит называть его маленьким предметом Простите, я вожусь со своим маленьким предметом, пара секунд Грэг, у тебя есть факел, а то у меня есть Значит, ты достаёшь и поджигаешь свой факел, пока ты возишься с чем? С каким предметом? Я сделаю всё сам Просто занимаюсь своей маленькой штучкой, погодите Вожусь со своей маленькой штуковиной Минутку. Я вожусь с маленькими карманными часами, которые я... Которые будут светить. Средневековые фэнтезийные часы, конечно. Гномские карманы-часы. Гномские карманы-часы. Ты достаёшь их, и ты... В конце концов, они начинают светиться. Отлично, получилось. Получилось. Готово. Они светят ярко в радиусе 5 футов и чуть менее ярко ещё 5 футов. А у него яркий свет в радиусе 20 футов и ещё 20 футов тусклого света, потому что это настоящий фахел. Вообще, я возьму фахел. Можешь достать ещё один? Возьми этот. Пойду ещё возьму. Спасибо. Вообще, одного достаточно. Вы же идёте всем вместе. А что, если мы можем разойтись? Ладно, теперь у вас у обоих зажжённые фахелы. Чтобы вы знали, мне фахелы не нужны, потому что у меня есть тёмное зрение, но это... У него... Почему у него тёмное зрение, кстати? Потому что он полудвор. Ну, хорошо. А, да, у дворфов оно есть. Точно. Мы думали, что это может быть от галиафов. А это от дворфов. Дворфов, точно. Пещеры и всякое. Если вы понимаете, о чём я. Они шахтёры. Они проводят большую часть времени под землю. Итак, в каком... В каком порядке вы продвигаетесь по этой пещере? Какой порядок? В самом хвосте? В самом хвостовом хвосте. Чёрт! Вам не обязательно идти друг за другом, но... Примерно. Расставьте себя. Мне кажется, Бонжер должен вести. У него куда больше хп. Я иду за ним. Ну, хорошо. Ты согласен с этим? Я согласен. Иного я и не предполагал. Боже. В темноте у тебя тёмное зрение на 60 футов. И у вас двоих тоже, да? У вас тёмное зрение, а мы вдвоём тут с нашими фухелами. Просто 60 футов — это чуть подальше. Так что вы видите пещерные структуры. Сталактиты, сталагмиты, разные колонны и всякое такое. Логика видеоигр. Мы должны разделиться и обыскать здесь все углы. Поищем всякие ништяки и пасхалки. Обыскиваем бочки. Погодите, не расходитесь. Я ещё не закончил рассказывать. Вы видите примерно досюда. И видите, что живых существ тут нет. Но вы слышите... Ха! 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 Окей, я начинаю идти в направлении этого звука. Он идёт откуда-то с этой стороны. Так, пошли. Грэг, не хочешь прогуляться со мной дальше? Да, пойдём. Ну тогда мы идём следом. Когда вы подходите вот сюда, вы своим тёмным зрением видите, что там в том углу находится большой, судя по всему, огромный источник этого звука. Эммм... Что ты имеешь в виду под огромным источником? Эту штуку видно? Кажется, это огромный предмет или существо. Чувство опасности. Ты чувствуешь, что это довольно опасная ситуация. Так? Я снова воспользуюсь чувством опасности. Начинаю. Окей. Я не очень понимаю, в каком контексте использовать это чувство опасности. Я так и понял. Ага. Расскажи мне. Это пассивная штука. Когда я попрошу тебя кинуть спад в бросок на ловкость, у тебя будет преимущество. Типа как паучье чутьё. Например, если ты... Если ты вот-вот попал в ловушку, и за счёт ловкости можно избежать, допустим, топора, вылетающего на тебя из стены, и у тебя будет преимущество. Паучье чутьё. А, окей. Ну, в смысле... Палочка обнаружения магии. Так. Ну, я хочу сказать, я... Ты используешь второй заряд своей палочки. Никакой магии тут нет. Привет! Привет! Дрожь! Ты тут? Он начинает кричать. Окей. Вы все слышите. Ты разбудил, ты разбудил эту хрень. Ну, то есть, что, 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 что ты хочешь от меня? Типа просто... Не будить хрень! Ну, а зачем мы сюда пришли? Чтобы просто прийти сюда и... Сначала исследовать! Боджер! Какие языки вы все знаете? Я говорю на общем эльфийском воровском жаргоне и... Плюс один дополнительный. Плюс один дополнительный, который ты, похоже, так и не выбрал. Сильван. Сильван, почему бы и нет? Общий эльфийский, инфернальный, небесный и язык бездны. Никаких. Общий эльфийский. А, вот! Она не мая. Общий дуарфский и великанский. Галявский. Общий язык полуросликов. Вы слышите... И ты слышишь? Кто пришел в мое логово? Значит, галявский. Эй, это на галявском. Или великанин. И когда... Когда он поворачивается... Вы видите... Вот дерьмо. Вы видите, чувствуете еще одно... Сотрясание земли. Ты серьезно, Боджер? Его присутствие вызвало дрожь земли. Вам всем нужно кидать инициативу. Серьезно, Боджер? Не проебись на этот раз. Можем подружиться с этим парнем. Он мог бы стать классным союзник. Не знаю. Четыре. Да вы издеваетесь. Двадцать. Тринадцать. Семь плюс... Итак, Боб. Двадцать. Три, значит, десять. Тринадцать. Эльдвина. Оранжевая Эльдвина. Семь плюс три. Десять. Хорошо, хорошо. Прямо в середине. Бородун. Тринадцать. Тринадцать. Грэг, шесть. Шесть. И Боджер? Восемь. Восемь. Теперь давайте-ка посмотрим. Эх. Ладно. Начало раунда. Боб, ты слышишь этот грохот, и что-то, видимо, проснулось. Ты не понимаешь язык, но его крики, кажется, разбудили нечто, вызывавшее ещё больше тряски. Со своего места ты ещё не видишь, что это. У тебя шестьдесят футов тёмного зрения, так что ты бы видел где-то досюда, если бы не стоял за этим камнем. Хорошо, 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 хорошо. Что ты будешь делать, Боб? Что будешь делать? Жди-ка, они довольно высокие, чтобы служить укрытием наполовину, если за ними спрятаться. Я думал, может, как-то попробовать подружиться с ним, но он, наверное, злой. Типа, он заразил того волка некротическим уроном. Да! Я просто думаю... Да, и Ванесса считает его очень большой угроз, и она, кажется, сильно взволнована. Окей, круто, ну тогда просто убьём его. Боб, залезай внутрь. Это очень большой великан, у него должна быть очень большая жопа. Это мой звёздный час! Лезь ему в жопу! 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 Ребят, 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 блин, ребят, ребят, ребят. Ну... Я полезу ему в шопу! Йей! Я сначала воспользуюсь движением, чтобы просто пройти вперёд как можно дальше, чтобы хотя бы взглянуть. Да, ты пробираешься мимо Боджера, мимо этих камней, и, наконец, твое тёмное зрение выхватывает огромную гуманоидную фигуру, которая перекатывается на бок и начинает вставать. Ага. Мы хотим попробовать пообщаться с... Да, да. Всё зависит от тебя, всё зависит от тебя. Я бы сказал, Дайна, ты не можешь... Он же не может говорить и не в свой ход? Разговор – это спорная теория. Эй, великан! Пацанчик-красавчик. Пацанчик-красавчик, я... я... сам. Наполовину, как ты? Эээ, лёгкие еды... Неседые... Великанище! Что? Что ты делаешь? Что ты... какой твой... что ты делаешь? И... Какая у тебя любимая... вещь? Что... делаешь? Что ты... как ты? Что ты... как... что я... что ты... Голодный... еда... завтрак... Да! Да! У нас есть еда! Боджер, ты же прекрасно знал, что провалишь это ещё до того, как начал! И всё равно начал! Он... 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 кажется, это не... это не работает, не понимаю... Не понимаешь! Не понимаешь! Он не понимает! Это тайно! Я удивлён! Да, да! Я-то думал, что это точно его переубедит! Ага! Да, точно! Ну, это тайна! Это тайна! Ага! Пошли! Ты... бежишь вперёд! Ты понимаешь, что это не гуманоидное землетрясение, а, возможно, великан! Ты слышал о них! Ты всё пронизал! Он вроде не выглядит особо агрессивно! Нет, он голоден! Но он хочет есть! У меня есть припасы! Мы могли бы отдать ему немного наших припасов! Расположить его к себе! Я не знаю! Мне кажется, у нас тут два варианта! Мы можем... Если он прыгнет на нас, мы или сбежим... Но мы пришли специально ради того, чтобы уничтожить его! Мы... Мы пришли к нему домой! Чтобы остановить то, чем он тут занимается! Или убив его, или сделав так, чтобы он так больше не делал! Да, то есть, по сути, я залезу ему внутрь! Так, вот! Я не знаю! То есть, я могу попробовать усыпить его! У нас будет время подумать! Не знаю! Это может разозлить его! Но зачем? Мы могли бы вообще сюда не приходить изначально! Чтобы дать нам немного времени, чтобы мы подумали немного и что-то решили! Может быть, не знаю! Что вы делаете? Отъебучий! Ты можешь пока просто подойти поближе! Да-да-да-да! Я думаю, я просто спрячусь тут! Хорошо! Я типа хочу посмотреть что-нибудь! Ты ныкаешься за камушек, который наполовину прикрывает тебя, и кое-как прячешься! Он мог бы спрятать тебя полностью, если бы ты добровольно упал! Эээ... Нет! Пока и наполовину спрятаться! Хорошо! Бородун, ты следующий! Ты слышишь это и не уверен в том, что происходит! Я не говорю! Ты слышал язык! Кинь! Ты можешь спросить! Я могу перевести тебя! Если хочешь что-то сказать, я могу! Бросай на интеллект! Эээ... Двадцать! Ты узнаешь великанский язык! Даже двадцать два! Узнаешь, что это великаний, но не знаешь, что он сказал! Ты не говоришь на нем! Просто узнаешь слова! Эээ... Я... Какой у него обзор? С такой проверкой ты понимаешь, что дрожь, скорее всего, великан! Да... Злобный великан! Так, просто чтобы повторить! Что он пока такого сделал? О чем мы знаем! Он сделал... Он обладел... Он обладел волком-выжаком! И заставил остальных волков приносить ему еду! Что, по сути, злом не является! Не суперзло! Это просто... И он делает... Он вызывает землетрясение! Значит, он, наверное, тип волшебный! Но он наделил того волка некротическими силами! Да, наделил, да! Опять же, по сути, не... Неплохо! Зло — это просто сила! Что ты делаешь, Барадун? У нас есть с собой рыба с картохой? Мы можем дать ему рыбу с картохой! Давайте дадим ему рыбу с чесноком и картошкой! У меня припасы! Мы уже исчерпали твой ящик! Мне кажется, мне здесь нужен мой старый дружок! А мне кажется, у нас тут не режим обсуждения, у нас походовая ситуация! Барадун, что ты делаешь? Пока что я сделаю нечто похожее, просто подойду сюда, заныкуюсь здесь! Подходишь, чтобы прояснить ситуацию? Эльдвина! Тот, кто позвал нас сюда, кто затеял всю эту миссию, должен быть здесь с нами! Надо было рассказать поподробнее, что ты рискуешь! Я не знаю, что за хуйня здесь! Ты мог бы... Как далеко до входа в пещеру? Очень далеко, чтобы выскочить! Да! Окей... Мы хотим вывести его из того угла, типа... Я могу накастовать малую иллюзию, которая выглядит как еда, чтобы он вышел куда-то? На данный момент ты не знаешь, что тут происходит! Потому что ты не говоришь навеликанием, а ещё ты не видишь его своим ночным зрением! Супер! Я просто нутром чую! Просто хочется мне! Просто слышала грохот, потом кто-то говорил на языке, который ты не знаешь! Это у неё запасной план? Всегда кастовать еду? Ну как? Даст это какой-нибудь результат? А почему бы и нет? Почему бы не накастовать еду вот сюда? Она не знает! Она не знает, что в данный момент это вообще как-то связано с едой! Окей! Просто рандомно кастую еду! Да, это всё в духе игры! И что же мне кастовать еду? Что бы ты сделала? Ты зашла в пещеру, ты видела, как Боджер что-то сказал, повторил что-то тому парню, видимо, на том же языке! Я видел, что все остальные ребята прячутся, так что теперь мне хочется спрятаться! А я думаю, это разумнее всего! А я не могу передать то немногое, что я знаю! Разве я не передал это? Каждый раунд предположительно длится 6 секунд, так что нет! У тебя не было времени на это! Твой ход был... Да даже не твой ход! Но ты начал отвечать ему, так что твое внимание было там! Как далеко я могу двигаться? Не очень далеко, да? Примерно вот настолько! Окей! Ты можешь залезть в этот следующий небольшой угол! Можешь пойти туда, можешь пойти туда! Это я, да? Я могу просто пойти сюда! Упс! Ты заворачиваешь за угол, и теперь... Да, теперь я тоже прячусь! Пытаешься понять, что происходит от себя... Я бы сказал, что ты, наверное, видишь его в 60 футах! Да, со своим 60-футовым темным зрением! Ты со своего места видишь, что пещера уходит вверх, и видишь гуманоидную фигуру! И ты, наверное, впервые видишь великана! Да! Страшно! И ты понимаешь, что язык, на котором говорили, был, видимо, великаней? Да, точно! Хорошо, Эльдвина, ты сидишь там, и теперь его ход! Он встаёт на ноги... Не нападай на нас, пожалуйста, не нападай на нас! Потратив половину движения, он встаёт и говорит... Принесли мне еды! После чего он поднимает свою дубинку, огромную, как ствол дерева, и потом... Просто ударяет по стене! И вы видите, как всё начинает трястись так, словно он контролирует это! А затем у вас за спиной... Начинают падать камни! О, чёрт! Произошёл большой обвал, и теперь вы все застряли в этой пещере! Класс! Крут, чувак! Думаю, что время для дипломатии начинает... Потом он использует отстаток своего движения, чтобы... Вот сюда! Это весь его ход! Боджер, твой ход! Ну, вдруг дипломатия ещё сработает? Он... Теперь наш единственный шанс выбраться отсюда! Да... Я кину копьё ему в лицо! Ладно, за дело! Нет! Я кину копьё ему в лицо! Чувак, ты говоришь на его языке! Он единственный, кто говорит на его языке! Ты не хочешь дать ему ещё шанс? Нет, не хочу! Я просто... Просто сделаю это! Просто кину копьё ему в голову, и мы просто... Начнём это! Что? Серьёзно, Боджер? Это твоя первая реакция? Просто кинуть копьё ему в лицо? Это великан! Ты начнёшь драку с великаном? Да, я припоминаю, как я послушался вас с тем волком, и вы говорили мне... А в итоге получилось, что нужно было слушать себя! Поэтому в этот раз я слушаю себя! И я просто кину копьё! Так что, поехали! О, нет! Кто будет добровольно драться с огромным великаном? Семнадцать! Семнадцать с чем-то попадает! Кидай урон! Урон! Я надеялся, что мы могли бы завести друг друга! Да не, мне уже становится скучно! Пять! Плюс ещё три! Бля, я же не впал в ярости, всё остальное! Ты ещё не в ярости! Теперь уже слишком поздно? Слишком поздно! Задним числом! Но ты можешь сделать это в этот ход! И у тебя ещё есть бонус, чтобы на следующий ход ты был уже в ярости! А, окей! Пять плюс... Плюс три! Да! Восемь очков урона великану! Копьё летит! И бьёт его! Задевая его бедро немножко! Маленькая царапинка! Не думаю, что это было лучшим решением! У тебя остался остаток движения! У тебя есть бонус! Теперь я пойду! И снова я впереди всех! Молодца! Поскольку мне кажется, что лучше мне быть ближе к нему, чем всем остальным, я подойду поближе! У него может быть какая-то бонусная атака, под которую ты охуеть как подставился! Ты выбегаешь и теперь точно видишь его своим ночным зрением! Оооо! Тебе пизда! Теперь он точно в радиусе видимости! Ты можешь видеть, что он высотой примерно в 16 футов! И он здоровенный не только в высоту, но ещё и ужасно! Невероятно жирный великан! Да, да, жирный! Ага! Невероятно жирный! Просто ужасно! То есть в обхвате, наверное, больше, чем в высоту! Так, так! То есть он обременён собственным весом! Вполне вероятно! Это проблема, если честно! Это был твой ход, Грэг, теперь ты! Окей, а могу я двинуться, а потом кинуть что-то? Это будет движение или действие? Да, движение и действие — это разные вещи! Тогда я хочу! Как далеко я могу это кинуть? Опять же, ты всё ещё пытаешься, типа, осознать, что вообще происходит, потому что ты не видел! А, да, верно, я не видел! Ты не видел его! Ты не знаешь великани его! Ты просто слышал какое-то движение, а потом слышал, как Боджер... Я выхожу и вижу, как Боджер завязал треку! А Бородун с твоим факелом где-то там, в темноте! Вообще-то у меня есть для этого одна штука! У меня есть факел, и я чуть-чуть поближе? Если я правильно помню, у меня есть... А, точно, у нас огонь по факелу! У меня есть факел, который чуть ближе! У тебя свет факела достаёт досюда, это твой яркий свет! И более тусклый свет примерно вот досюда, так что ты не видишь! Так сколько говоришь, у тебя света? Это тоже твой свет? Да, столько света! Это... это радиус света! Я кидаю для нас с тобой, Бородун! Я кидаю свои... тускло-светящиеся часы! В том направлении! Потому что я хочу видеть! А почему это не факел? Чтобы посмотреть, что там! Не основной факел, маленький! У меня же было как бы два, если считать часы тоже! Ну, примерно вот сюда, здесь участок яркого света! Кинь атлетику, чтобы посмотреть, куда ты докинешь! Одиннадцать... плюс... минус один... десять! Я кидаю свои карманные часы! И обнаружу... демона! Ты, типа, запустил их! Я левой рукой кинул! Вот это, типа, свет! Радиус яркого света! Так что мы увидим этого чувака, когда он тут пробежит до бока! Окей, значит я ничего не обнаружил! Молодчина, Крэк, спасибо! Хорошо, мой ход! Ага, это я! Ты идёшь вперёд, кидай штуку! Эээ! Эээ... не! Не! Это мой ход! К началу раунда, второй раунд, Боб! Господи боже! Подходи с него сзади, Боб! Сзади подойди! Раунд два! Мы здесь ради определённой цели, и я решил, что договориться с этим парнем нельзя! От лица всей команды! Ты решил, что... У него может быть много крутого лота! Я не могу поверить, что у нас есть человек, говорящий на его языке, и этот человек метнул в него ебучее копьё! Простите, простите, дайте я вам перескажу, что он сказал! Он сказал, несите еду, и потом он закрыл за нами дверь, и запер нас здесь вместе! И этого достаточно, чтобы кидаться в него копьём? Да! Вау! Вот так! Смиритесь с этим! Чего вы от меня хотите? Чего вы от меня хотите? Чего вы от меня хотите? Ты нас всех погубишь! Ага! Нас убьют из-за тебя! Он запер нас внутри! Что? Что, устроим с ним чайную вечеринку? Почему я здесь? Почему я вообще тут с вами? Именно! Я не знаю, я не знаю! Я стараюсь изо всех сил! Кстати, вот твои кубики вдохновения! О, спасибо! Просто напоминаю, что у тебя есть! Окей! Окей! Удачи, Боб! А он может, мы знаем, видят ли он нас или нет? Чи, дай проверку на природу! Посмотрим, сколько ты знаешь о великанах! 8 плюс 0! Что бы это ни было! Ты не знаешь! 80! Ты не знаешь! 80! Срак Господня! 4 чистых 20! Я достаю тебе раздел великаны! Просто почитай его! Ты знаешь, что великаны... Они большие! Они большие! И ты не знаешь, есть у них тёмное зрение или нет! Из общего контеста ты подозреваешь, что, наверное, есть! Думай! Думай! Окей! Великаны! Очень большие! У меня всё! Я не знаю! Не знаю! Может, он видит, а может, и не видит! Ладно! 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 Я прократываюсь сюда! И прячусь здесь! Окей! Кидай на скрытность! Хорошо! Плюс семь, я думаю! Одиннадцать плюс семь! Восемнадцать! Хорошо! Если это выше, чем его пассивная внимательность, то будет считаться, что ты спрятался от него! Насколько ты можешь судить, ты спрятался! Отлично! А ты плут? Да! У них есть бонус на атаку не в лоп, а под другим углом? Да! Есть! Класс! Значит, ты спрятался? О! Где-то тут есть лошадь! Я слышал лошадь! Крадётся мимо лошади! Поскольку ты плут, ты можешь прятаться в качестве бонуса, так что у тебя всё ещё есть действие! Да! Хорошо! Ладно! Он может просто приготовиться! Верно! Да! Я просто... Просто... Да! Я просто приготовлюсь! Мне хочется как-нибудь задействовать волшебную руку, но я не могу придумать как! Ты просто очень хочешь ей воспользоваться! Очень, блять! Хочу ей воспользоваться! Но ещё я думаю, что могу попробовать сделать что-то... Но... Я не знаю! Барадун, ты следующий! Полезай туда! В жопу! В жопу! Я просто достаю свою волшебную руку и делаю... Я достаю свою волшебную руку! Достаю свою волшебную перчатку! Ребят, я очень хочу воспользоваться своей волшебной рукой! И кажется, я знаю как! В жопу! Прямо в жопу. Ты просто приготовился? Да, я просто приготовился. Бородун? Эта пещера, по крайней мере, та часть, которая мне видна, хоть немного влажная? Не особо влажная, нет. Окей, отлично, я постараюсь забросить факел как можно дальше. Ладно, хорошо. Просто попробуй получить. Кидай на атлетику, пожалуйста. А я могу сделать это бонусом? Да, да, я разрешу сделать это бонусом. Окей, я хочу увидеть этого великана. Да. Я кину в него свой факел. Что может пойти не так? А, 14 плюс. Атлетика? Вроде минус один. А. 13 приземляется примерно тут. Я теперь точно его вижу. Вы теперь все его видите. Твою мать! Подсвеченного снизу. Господи, и суси! Эта хрень огромная! Что? Большое, да? Боджер, какого фуя? Ты серьезно? Сражаться с этим? Он стоит на выступе футов в шесть, так что его голова возвышается над вами на добрых 22 футах. Ты кинул копье этому чуваку в лицо? Да, это называется инициатива. О боже, мы точно умрём! Мы умрём! Ты умрёшь! Наверное? Да! То есть оно большое? Мы точно умрём! Но, к счастью, я проявил инициативу. Я гарантирую вам, у нас нет ни одного шанса выбраться отсюда, не победив эту хрень. И мы узнаем об этом потом, когда спросим мастера. Узнаем в следующем эпизоде. Я достаточно знаю про ДНД. Не бывает так, что мы просто постоим тут, поболтаем, а потом свалим отсюда к чертям. Ты кидаешь свой факел. Он приземляется. Вы все... Оно ещё ужаснее для вас, потому что вы не видите его головы. Только пузо и сиськи, которые перекрывают свет снизу, так что он остаётся в темноте. Какой огромный живот! Это просто огромный живот. Когда-то давно в Англии была такая реклама, а она была ужасная. Так, ну, теперь мне понятно, что тут у нас, и мне похер. Я кастую Дребезги, я нападаю. Ты достаточно знаешь про великанов. Я достаточно знаю про великанов. Особенно про холмовых великанов. Я достаточно знаю игру, чтобы... нахуй! Ты достаточно знаешь про холмовых великанов, чтобы знать, что они совершенно безумные, когда голодные. Неважно, сколько они съедят, они всегда хотят ещё. И они не... они не привередничают насчёт того, что считать едой. И я почти уверен, что Дребезги бьёт на 120 футов, так что до него достаёт. Да, точно, достаёт. Дребезги, Дребезги, Дребезги! Ему нужно кинуть спасбросок на телосложение, которое у холмового великана очень неплохое. И всего лишь 9, потому что кидал кое-как. Так что... он провалил. Что, у тебя 2D8? Я думаю, 3D8. Даже 3D8? Тебе нужно ещё один? На, держи. Дребезги его ещё и заморозят? Нет. Или, может, замедлит? Нет, это его луч холода. Электрический звук. Нет, гром. Громовой звук. Вот какое выражение я искал. 6, 1, 7. Значит, всего получается... Да кто ж знает. 13, 14. Числа никто не знает. Никто не знает. Никто не знает. Просто бесконечное количество чисел. 14, 14 всего? Да. Хорошо. Это... Когда-нибудь это посчитаем. Ты куда-нибудь двигаешься, Бородон? Нет, мне и тут хорошо. Так, значит, ты... А вообще-то нет, я отодвинусь подальше отсюда. Мне и здесь хорошо. Нет, вообще-то... И дальше, и дальше, и дальше уходишь. Ты кидаешь этот факел, и он подсвечивает всё вокруг. И ты такой... Вот дерьмо! Боже, это же холмовой великан! Другой рукой ты тянешься вперёд и запускаешь этот раскатистый звук. Раздаётся взрыв. Ты видишь такие... Волны у него на животе. Кажется, его задело. Но этого и близко недостаточно, чтобы как-то сильно на него повлиять. Может мне кто-нибудь сказать, что происходит? Эльдвина, мы сражаемся с великаном. Нет, я знаю, но почему? Но почему? У него есть какие-то слабости? Или может скажем что-нибудь? Ребят, кто-нибудь, может перевести мне? Мы просто будем... Окей, просто терёмся. Я перевожу. Он сказал, что он очень тупой. Я уже имел дело с такими раньше, он сказал «Еда», и потом ты видел. Еда! Он это сказал, и я почти уверен, что мы теперь «Еда». А ещё он закрыл за нами дверь. Ты слышал этот звук? Да! Да, теперь мы заперты тут с ним. Понятно, спасибо. И он собирается съесть нас, крылья. Окей, окей, это всё, что я хотел знать. Вот он. Спасибо. Очень помогло. Пока не обмениваются этой информацией, Эльдвина. Я? Теперь уже пришло время для еды, нет? Всё ещё не время для еды. Это может отвлечь его. Ты теперь видишь великана. Кидай проверку на историю. Нет, на природу. Проверка природы, да. Посмотрим, что ты знаешь о великанах. 12 плюс 3. 15. 15. Ты знаешь о великанах достаточно, чтобы понять, что это холмовой великан. А холмовые великаны особенно известны своим неистащимым аппетитом. Так что да, теперь это будет уже не метагейминг, если ты подумаешь, пройду. Значит, пора. Ты сказал «пора». Я говорю, если ты подумаешь, что да, этот парень наверняка хочет жрать. Это не будет метагеймингом, если ты... Окей. Но что тогда будет? Это поможет? Это просто отвлечёт его, возможно. Да. Да, может, я тогда кастану малую иллюзию. И просто поставлю перед ним какую-то еду. Где-то тут. Мне нужно что-то более конкретное, чем какая-то еда. Что ты кастуешь? Что именно ты накопала? А у нас с собой тот старичок, которого мы убили ранее. Может... Мы можем скормить ему его? Он лежит в магазине Грэга. Мы оставили его там, о божечки. Да, там будет очень сильный момент. Мой бедный магазин! Бедный, бедный магазин! Не говоря уже о прочих хишках по стенам, которые я оставил от того другого чувака. Не хочу ничего тебе навязывать, но ты знаешь, тот классический образ в мультиках, типа «Самая вкусная жареная курица, которую ты видел в жизни». Да, я как раз об этом подумал. Большая тарелка жареного мяса, и правда, может... Окей, да, сделаем большую жареную курицу. Эй, парни, у меня есть идейка. Дружок, тебе кажется, не помешала бы небольшая жареная курочка или что-то вроде того в твоем животике. Проголодался чутка, дорогуша? Я накастую иллюзию и накастую огромную, мать ее, жареную курицу, и посмотрим, купит ли он на это. Хорошо. Окей. Бунапиш, стоп тебя, Тит! Это должно быть в радиусе 30 футов от тебя. Ты можешь поставить ее куда угодно. Просто брусь ее в Боджера! Да, просто поставь ее вот тут, в уголке. Посмотрим, отлечет ли она его. Давай, поставлю сюда штуку, какого она будет цвета. Пусть... пусть будет синяя... Пусть будет синяя, вот так. Вкусная жареная курица с паром. Поскольку это только малая иллюзия, она не может двигаться, не может издавать звуки или запахи. Это просто изображение курицы. Ему надо развернуться, чтобы увидеть ее, и Боб сможет... Да! Хорошо. Это твое действие. У тебя есть движение и бонус, если хочешь сделать что-то бонусом. И чего бы такого сделать бонусом? Один из твоих бонусов — вдохновлять людей. А, точно, да-да-да-да-да. Ну, ребят, все не так плохо! Ты права! Вдохновляющая речь. Эм... Да, я просто могу поднять на стрессе команде. Я могу сделать что-то такое. Типа своим вдохновением Барда, или просто в общем, в целом... Наверное, не хочу его тратить пока, да? Как хочешь. Не знаю, может быть, будет хорошо. Может быть, будет хорошо. Окей, я воспользуюсь одним из своих бардовских вдохновений. Кого будешь вдохновлять? Эм... Наверное, лучше всего вот этого парня. Да, мне кажется, что этот чувак, у него просто плохое настроение, мне кажется, ему нужно... Вдохнови меня! Да, буду вдохновлять Боджера. И что ты делаешь? Я сыграю песенку. Ага. И какую же? Значит... Боджер, не будь уебаном тупорылым. Давай сделаем это, давай побьем этого великана. И ты перестанешь быть тупым уебаном. Так, ну что, я вдохновлен? Хорошо. Спасибо, Эльдвин. Обращайся, приятель. У тебя голос как шок. Может, там в этой песенке еще слова, Эльдвина? У нас есть сейчас время на целый куплет? Думаю, это все должно уместиться в шесть секунд. Шесть секунд, думаю, мы исчерпали шесть секунд. Боджер, ты вроде бы вдохновился этой песней почему-то. В смысле почему-то? Так что в любой момент, в следующие десять минут, в игровом времени ты можешь добавить Д6 к любому броску кубика, кроме урона и всего такого. Что? Только один раз, или все время? Один раз. Так что выбирай. Когда ты прям вот очень-очень захочешь, ты можешь... А я могу сначала кинуть, а потом сказать, что хочу добавить? Мне кажется, нужно заявить. Дай-ка я перепроверю. Проверка правил. Я так люблю заклинания, которые, типа, ты можешь сделать это после, если хочешь. Да, можешь проверить сначала, попадет ли. Так, посмотрим. В течение следующих десяти минут это существо может один раз бросить эту кость и добавить результат проверки. Бла-бла-бла-бла-бла, который он совершает. Класс! Вот видите, я вам пригодилась. Потому что у тебя есть эта штука, я права. Я модель. Я модель. На самом деле, она модель. Да, спасибо. Действие. Кастуешь эту штуку. Бонусом вдохновляешь. У тебя есть еще движение, если хочешь. А хочу ли я двигаться? Пожалуй, просто останусь здесь. Да. Думаю, это хорошее место. Да, просто останусь здесь. Теперь его ход. Кину за него, посмотрим, пойдет ли он за живой едой или за жареной едой. Я бы посоветовал пойти за жареной. Он идет за жареной. Хорошо. Да. Он наклоняется и проводит рукой сквозь нее. Вот теперь он разозлится. Посмотрим, насколько он тупой, не купится ли он его второй раз. Возможно. Купился дважды. Это хорошо, хорошо, молодец, хорошая работа. Берет свою дубинку. И разбивает ее. Теперь он не поведется на нее, но технически иллюзия все еще висит. Просто под ней теперь кусок порушенный стены. Она теперь просто висит в воздухе. Но зато он потратил на это весь свой ход. Эй, Бом, он теперь повернулся к тебе задом. Да, я вижу, приятель. Я смотрю на него. Лезь ему в жопу. Лезь ему в жопу. Лезь ему в жопу. Залезай. И спонсор сегодняшнего эпизода число один. Если честно, думаю, немного рановато мне лезть ему в жопу. Я хочу кинуть еще одно копье. Не хочу подходить слишком близко. Может, сначала впадешь в ярость? Ну, сначала я впадаю в ярость. Моя еда! О, он только что сказал, что ты выглядишь как еда! Спасибо больше! Спасибо! Почему? Всегда! Почему всегда я? Перевел Феликс. Озвучено, как всегда, в странном местечке. Если вам понравилась эта серия и хотите смотреть следующую, не дожидаясь выхода здесь на Ютубе, уже можете переходить по ссылке в закрепленном комментарии и смотреть уже следующий прямо сейчас. Ну, а этот ролик вышел благодаря нашим подписчикам на Бусте. Бустером огромнейшее спасибо. И никнеймы вы видите сейчас на экране. Всех люблю! Всех целую! Спасибо еще раз огромнейшее Бустерам! До новых встреч! С вами был как всегда, Ивашка, Право Натурал. И check out that video. There, I think.